всем привет сегодня вас ждет новая распаковка это будет первый ролик в этом году вот немножко стянулась нас пауза но сейчас будем постепенно возвращаться с новыми обзорами распаковками и прочим интересным материалом данный ролик будет непростой это будет такой видео отчет и в то же время распаковка с фестиваля комиксов ингулеми в котором я уже был в прошлом году в этот раз мы снова съездили только уже как пресса за что спасибо портал комикс бум который аккредитовал нас а вот и получили множество позитивных эмоций встретили гораздо больше художников и набрали гораздо больше скетчей вот но и пришлось все это добро вести на своем горбу в чемодане в рюкзаке в общем погнали первая книжка у нас как уже наверное поняли это энки белал это тот автор которого ну ради которого наверное многие и захотят прийти на какой-нибудь фестиваль или выставку вот для меня тоже довольно таки важный художник писатель читал множество его работ как личных так и совместных ранних вот и решил попытать счастья на то чтобы получить не автограф купив книгу memories of outer space по-английски она называется точно такая же издавалась данным давно в общем это сборник его ранних историй в журнале хэви метал вот к слову кстати мой марафон на хэви метал закончен я закончил чтение всего журнала вот и сейчас в ближайшее время месяц-два не знаю сколько это займет я буду потихоньку структурировать подготавливать как бы свой такой отчет буду сохранять если что или искать комиксы которые невозможно найти то буду сам вручную компилировать такие сборники до в цифровом виде чтобы все что я посоветую в общем из хэви метал чтобы вы могли это почитать а не просто услышать от меня а в том числе вот эти все ранние комиксы из семидесятых которые вот сейчас я листаю все они будут на английском также потому что мне кажется это интересный материал и для всех поклонников комиксов и белала в частности потому что его стиль и его манера письма они сильно изменились со временем вот тут более детальный такой масштабный рисунок то есть последние годы даже не годы наверно десяток лет белал рисует гораздо более просто хоть его и узнаваемые лица и все остальное это есть но в то же время рисунок кардинально изменился и подход к работе с цветом и так далее в общем офигенные работы ранее решил что будет это так интереснее подписать потому что понятно было что большинство будет с никополем стоять ну кто-то еще с другими работами вот но я решил почему бы нет да и книга приятненькая вот сам белал как казалось разговаривает на русском конечно не идеально все таки он живет во франции но видимо вот старая школа вот эта сербская помогает ему вот так что был удивлен приятно когда узнал что мы из россии и к слову мы были макс был одним из последних кто должен был получить скетч вот это сам белал ему сказал вот но когда узнал что мы из россии то согласился нарисовать еще то есть по факту 1 наверное человек 20 получали скетча у него довольно так простенький но приятно да вот уже всем остальным он просто ставил автограф вот эти его автограф такой вот размашистый вот так что и видите даже на кириллице написал да и кстати то что он сказал что хотел бы приехать в россию с выставкой действительно так сам слышал передаю как говорится от первого лица сказал что ближайший год-два хотел бы приехать в него вообще давно такая мечта и желание есть провести в москве свою выставку своих работ вот но опять же произойдет это или нет с кем он будет договариваться сказать об этом вам не могу но есть такие приятные новости будем надеяться и ждать приезд этого великого художника хоть и дальше тогда двигаться к еще великим дальше художником это художник уже у нас француз именно француз жорж без по-моему в россии не издавали его работ вот но он известен читателям которые увлекаются творчеством александр ходоровский потому что без насколько я помню один из первых если не первый кто работал с ходоровскими над комиксами над стрипом серии а не был файв вот и далее он еще несколько комиксов создал вместе с ходоровски для издательства хуманоидс возможно вы слышали это white lama son of the gun вот и по-моему еще какой-то был в общем три-четыре комикса точно он с александр ходоровский сделал вот это новый сборник у него вышел как раз таки вот к фестивалю его адаптация брема стокера романа дракула кстати роман я читал вот и смотрел экранизации несколько и читал книгу книга естественно в разы лучше чем любая экранизация особенно смешно мне было смотреть вот ту самую известную где киану ривз гэрилдман и все эти супер известные актеры там конечно красивые костюмы бессмысленные но как экранизация довольно слабая вот так что советую всем кому интересна тема ну именно вампирство и вот эти все ну такие вещи культовые до брэма стокера дракулу прочитать роман просто офигенный по атмосфере по письму по нарративу то есть шикарная работа вот и не менее шикарная его такая адаптация в виде графического романа от жоржа бесса вот в жорж бесс был у стенда глина вот и один из тех авторов был немногих в этот раз у которого была лотерея на скетче то есть нужно было вытянуть билетик и отстоять потом в очереди из там 10 или 12 человек в общем как в прошлом году вот был мела монара фрунсабук в этом году джорж бесс был таким вот легендарным крутым дядькой вот но получилось нас выиграть лотерею отстоять очередь вот и когда мы стояли в очереди я заметил что он всем рисовал таким знаете зеленым таким аква таким очень ярким цветом в книжках вот поэтому когда я подошел к нему я попросил можете вы мне нарисовать черным вот но он как засмущался и в общем то смысл в том что он сказал что ну я специально рисовал таким цветом чтобы не особо палевно было что рисунок не очень но понятно ему 73 года рисует в неудобных для себя условиях где-то на выезде да там в душном павильоне дофига народу ну сами понимаете какие условия поэтому я все понял но я сказал да ничего страшного я говорю просто черным мне кажется будет лучше вот в итоге получил такого приятного дракула в общем приятный дядька он там был со своей дочерью немножко мы пообщались но ничего такого о чем стоило бы наверное рассказывать а вот о чем побольше хочется рассказать это вот следующий художник который также знаменит наверно в основном а тем что работал с хандро ходоровски это фред билтран или фред билтран как у нас указано как раз буквально на днях вышла книжка техно священники первый дом от фан-зона вот довольно приятное издание я уже был в магазине комиксов и полистал вот билтрана я читал как раз и техно священников и его комикс мегалекс тоже с александр ходоровский который он делал вот и я как бы перед поездкой посмотрел как он рисует скетчи вот скетчи он рисует просто невероятно крутые ну я думаю вы сами можете в этом убедиться вот и поэтому решил что надо обязательно к нему попасть ну мне это удалось у него не было никой л3 ничего то есть просто покупаешь книгу но я пришел заранее за полтора часа отстояла очередь дождался когда он придет вот и был вторым в итоге очереди получил скетч и в итоге так получилось что разговорились мы с ним минут на 20 а то и больше пока он не рисовал рисунок вот но естественно для меня встреча с такими людьми это что-то особенное что-то необычное потому что когда ты читаешь все эти комиксы а я и тогда довольно давно читал уже все мегалекс вот техно священник вот эти все ходоровский ходоверс да вот это все ты никогда не думаешь что возможно однажды ты вот этих дядек крутых встретишь вот а фред билтран на самом деле очень классный художник то есть касательно там его комиксов в плане точки с точки сценарной да это судить не о нем как бы описатель с которыми он работал вот но тут у него новая работа не знаю будет ли она на английском что-то такое в стиле steam панка наверное довольно красивый комикс вот но не беру судить надо будет взять перевод или наверно не знаю учить уже французский потихоньку чтобы все эти книги иметь шанс читать кстати классное издание сейчас немного отвлекусь именно саму книжку классное издание в нем очень много дополнительных всяких материалов всякие скетчи наброски был трана то есть прогресс как он работал над этим комиксом как он работал вот видите простой набросчик к уже целой такой панельки из комикса довольно интересно и я вот в книжках редко это видел именно европейских в основном там ну вообще нету дополнительных материалов но тут уже более такое делюксовое что ли издание потому что этот комикс однотомником вышел то есть это не какая-то серия разбитая вот но вот можете увидеть уровень рисунка вообще замечательный плюс самое интересное что у этого художника у нее есть собственный стиль узнаваемый то есть подбородки нос там рот вот когда он лишь рисует форма лица она сразу узнается о чем я как бы ему и сказал вот ему было очень приятно это услышать вот и мы с ним разговаривались в итоге я спросил его как вот он работает светом тоже не было интересно в принципе мегалекс он такой вообще полу трехмерный там рисунок техносвещенники тоже довольно так ну объемно выглядит вот на что оказалось что на самом деле билдран не только на компьютере красит а по факту вся его покраска это комбинация то есть вот тут кстати в допах довольно хорошо видно то есть сначала он комикс красит карандашами прям обычными карандашами и вот этот вариант который кстати уже по моему классно выглядит и я бы не прочь комиксы в таком виде читать но потом дополнительный контраст как говорится жир такой да вот еще больше объема он доводит на компьютере то есть вот так вот получается финальная страница но и с цветом то есть природно до карандашами он работает потрясающе то есть тени полутона какие-то объема он придает изумительный но вот так вот ему нравится до комбинировать то есть такой цифровой вариант использовать с классическим вот и касается самого рисунка вы пока смотрите я ставлю ролик я немножко записывал каждого художника как они рисовали а вот когда он рисовал я сделал комплимент что как вы классно работаете с вообще вот то есть он рисует скетч без карандашного наброска он просто сразу берет и вот черным рисует как бы как она есть вот ну как бы мне это было удивительно тоже бы что все-таки какой-то наброски где делают вот а у него довольно резкие четкие линии получаются вот на что он как бы сказал спасибо и рассказал что такая вот манера рисования он вообще как бы к этому идет всю жизнь старается и один из первых собственно таких случаев эпизодов благодаря которым он стал художником это когда он увидел в живую как рисует мебиус то есть жан-джерон наш любимый вот увидел как он в живую рисует и сказал что я захотел также и вообще всю свою жизнь горит я хочу ну и стараюсь до приблизиться к хотя бы частично к тому мастерству уровню которым владел мебиус потому что когда уже был транс на стал художником подрослел там он уже общался с самим мебиусом вот и мебиус ему объяснял какие-то тонкости работы над рисунком в том числе кстати по поводу цвета мебиус как билтран мне сказал он ему рассказывал то что цвет в принципе нет ну не такая необходимость большая в комиксах то есть если ты умеешь секвеншал артом да и рассказывать историю если твои лайны довольно четкие и передают атмосферу там или задумку сценарную то и цвет никакой не нужен у тебя все будет работать вот но а саму работу с то есть по лайнам да вот этот рисунок сам был транс сравнил с кунг-фу то я сказал тут как бы если я буду карандаш какой-то добавлять он только будет мешать моему видению то есть а вот многолетняя тренировка постоянная вот рисунок рисунок от руки сразу на чистовик как бы он позволяет в общем-то такого уровня скетча не самых наверное удобных условиях и привычных рисовать потому что билтран мне честно сказал для меня говорит это довольно ну не то чтобы сложно но мне приятнее находиться у себя в студии спокойной обстановке чтобы никто меня не тормошил никто не ну чтобы не было спешки потому что естественно сотрудница гленна ходит и посматривать чтобы он успел потому что стоит всего 10 там 12 человек в очереди да у него полтора там два часа он на меня тратит условно 20 минут конечно на стороне ловко с другой когда у меня еще была бы возможность пообщаться с таким классным дядька и таким классным художником и узнать вот много интересного я конечно не могу все рассказать потому что это все не под запись это в виде просто обычного такого разговора дружеского вот но довольно много для себя интересного узнал в том числе кстати про работу с ходоровски он как бы сказал что я задал вопрос как вообще вот работать с ходоровски как вот как он контролирует процесс или нет он сказал что с ним работать приятно потому что он позволяет художнику проявлять себя то есть какие-то свои задумки единственное что если есть какие-то моменты такие вот эзотерические да то есть какие-то вот более глубокие метафоры которые он хочет вложить то есть сам ходоровски то он их прописывает и рассказывает художнику что как бы где нужно нарисовать и как это выделить а вот в остальном то есть по помимо его вот на сценариев и набросков он дает волю художникам ну по крайней мере в случае с билтраном вот касательно самого хода ростки книга которую я возил с собой во францию я думаю те кто следит за сайтом видели сборник вообще на самом деле эта книга довольно важная для меня и просто потому что это один из моих любимых комиксов инкал и потому что с этого комикса именно с данного издания можно сказать началась началось мое общение ну с комикс сорсом да с максимом то есть тоже можно так сказать потому что фотообзор как бы такой шелф порно гостевой именно данной книги был первым материалом который я сделал для комикс сорса то есть еще задолго до того как мы начали там какие-то материалы другие делать снимать видосы и все остальное то есть для меня это такая книжка довольно важная на всех уровнях вот и я конечно не мог не попробовать поехать с ней и подписать ее у ходоровских когда узнал что альхандр будет на фестивале вот вообще как бы раскрою немного завесу тайны мы должны были взять у нее интервью вроде как у нас была договоренность но он оказался настолько занятым и даже опоздал довольно сильно там на час на свою автограф сессию что никакого интервью у нас не получилось вот но единственное что удалось все-таки подписать книгу вот как вы видите теперь у меня есть такой вот классный сборник инкала довольно ценный редкий подписанный двумя авторами еще и артист пруф то есть ну как я уже говорил еще тогда несколько лет назад в своем обзоре шелфпорни что это такой бриллиант моей коллекции вот он таким наверное и останется потому что не знаю круче книги по статусу и теперь еще с обеими с автографами да с обоими авторами но не знаю что может быть круче в общем такой вот вроде бы и без скетч и без всего но такой вот привоз как бы свозил свою книжку прогулял его во франции получил автограф ходоровски не забываемое ощущение на самом деле после таких вот моментов когда ты годами читал все это изучал смотрел там про этого автора а дядьке 90 лет на минутку и когда ты его встречаешь живую мне кажется в этот момент ты понимаешь что в принципе в этой жизни возможно все по крайней мере ну касательно там не знаю встретить своих любимых авторов художников пообщаться с ними то есть ну надо главное верить наверное ну и пытаться что-то делать все к этому вот так вот бывает следующий автор тоже издавался кстати в россии фредерик питерс издавалась его работа голубые таблетки по-моему сейчас вышел или выйдет новая печать уже потому что книжка вышла в печати давно вот но помимо голубых таблеток у него полно разных еще работ вот одна из них это ама это такой фантастический комикс даже не знаю если честно с чем сравнить наверное с какой-нибудь можно футурамы сравнить или каким-нибудь риком и морти в общем довольно интересная и красивая книжка вот и один из самых тут харизматичных персонажей это черчилль такой робо-обезьяна вот который собственно я и попросил нарисовать но большинству кстати он черчилль и рисовал сейчас во франции вышел такой интеграл то есть омник где все четыре тома а мы собраны в одной книжке вот но я естественно не стал покупать купил одиночный том потому что я бы все это дело не довез да кстати предыдущие у нас книжки были от издательства глина это издательство големарт или големарт не знаю как правильно вот там же рядом сидел сидел и художники которые издаются у футераполис потому что футераполис сколько я помню это как бы импринт получается вот этого големар вот и там я встретил художника эрика ли бирже художник работы чей я читал в хэви металли как раз таки вот и когда я подошел к нему я ему честно сказал что я вот этот комикс вообще не представляю что это такое и что о чем там речь потому что я это не читал вот а читал зато ваш старый комикс монсиор мардигра еще в хэви металли на английском языке вот на что он мне сказал о а хочешь я тебе нарисую мардигра внутри этой книги я естественно был не против но просто иногда художникам как бы там запрещают или они сами не хотят рисовать ну каких-то других персонажей в левых книгах назовем это так вот в итоге мы тоже разговорились у него я просто чуть раньше пришел даже начало сессии а вот эрик уже был у себя на стенде и вот нарисовал мне такой офигительный просто скетч вот и мы разговаривали с ним и на мое удивление оказалось что ли бирже несколько лет жил в россии то есть когда ему еще было лет 16 17 он поехал на три года он учился и жил в санкт-петербурге ну и также заезжал проездом был в москве и вот уже у него сын взрослый вырос вот он рассказывал что недавно его сын в россию ездил то есть он его отправил тоже посмотреть страну потому что у него крайне приятные впечатления воспоминания вот а секретик этот он раскрыл таким образом что когда мы разговаривали про фестиваль вообще про сколько народу то что мы вообще мне показалось что в этом году как-то даже больше людей было на фестивале в отличие от предыдущего года вот ну и мы разговаривали про то что опять же одно из таких моих замечаний в этом году из того что больше удалось посмотреть больше посетить что там разные павильоны есть как бы такие мейнстримовые андеграундные ну в общем мы павильон манги до отдельный и как мне показалось там интересная такая разбивка идет то что основной вот павильон где все вот эти мейнстримовые звездные писатели и художники там большинство людей в районе пятидесяти шестидесяти лет а если мы идем павильон новый мир леновый монт там более такие уже индепендент скажем так издатели да независимые или какие-то более креативные вещи такие не мейнстримовые там уже народ в районе тридцати там тридцати пяти лет такой вот средний возраст вот а если мы идем в павильон манги то есть что-то связанное с японией там да и там тайваньские всякие азиатские авторы то там уже ранжир еще ниже идет то есть там народ на на лет двенадцати там и до двадцати двадцати пяти то есть самая молодая аудитория она сейчас больше интересуется именно азиатской культурой и то есть азиатским комиксом вот и мы как раз когда говорили об этом и о количестве народу который был вот в предыдущий день как раз кили беже мне сказал что ну да говорит в пятницу но он по-английски говорит хорошо в пятницу был день для такой сделал паузу и такой школьники и прям вот вообще без какого-либо акцента сказал слово школьники я прям увидел мое удивление на лице ну и тогда уже раскрыл свою свои карты до сказал что на самом деле он жил в россии учил язык горит конечно я уже не помню потому что там сколько 20 лет прошло а то и больше вот но какие-то слова там он естественно помнит и даже может без акцента их сказать в общем очень классный художник причем у него кстати в март игра ну вообще разительно отличается рисунок от того что я в других его работ видел но у него более такой классический европейский рисунок реалистичный вот но как сам ли бюджет сказал сейчас вот в современных европейских тенденциях он не особо популярен то есть вот такой стиль сейчас предпочтение отдается более такому мультяшному стилю то есть уже уход такой идет от реализма и такие художники старой школы более такой вот реалистичные они уже не то чтобы в почете но при этом было приятно видеть что после того как я ушел то есть когда я уже он мне закончил скетч мы пообщались приятно минут 20 тоже к нему стоял уже человек 67 и потом в течение дня я пока по фестивалю ходил у него постоянно стояли люди вот с новыми томиками вот этого комикса так что свой читатель у ли бирже есть свои поклонники тоже и потом я еще неоднократно встречался то что когда тебе рисуют скетч нужно дать ему высохнуть да естественно чтобы все не размазалось я то есть когда с открытой книгой ходил и уже пошел на стенд издательства кастерман где кстати вот белал получал днем ранее вот там я встречал даже сотрудников кастерман там один из них например увидел от као горит мансиор марди грагри отличный комикс я его тоже давным-давно уже читал вот мы потом там а в очереди когда я стоял к другому художнику которому сейчас покажу с данной книжкой пока она высыхала народ тоже удивлялся какой классный скетч ну и многие знают кто такой естественно ли бирже и читали эти комиксы вот просто у нас он наверное не особо известен вот ну а тот художник которым я дальше стоял после ли бирже это было рубин пели херро испанский художник про которого я уже наверное неоднократно сказал в нескольких даже роликах это тот самый автор который рисовал комикс дитр люмпин вот и я даже видел что люди заинтересовались в комментариях писали что так что надеюсь что кто-то купил или нашел в сети и прочитал дитра люмпина и получил удовольствие такое же как я но в общем пели хера сейчас уже последние несколько лет рисует новой истории про корта мальтез одну одного из самых легендарных европейских комиксов вот уга прата вот причем пишет эти комиксы хуан диас канализ это автор сценарист который писатель блэксэда блэксэдов я думаю все знают у нас на русском вышел он вот и собственно отстояла я очередь пели хера к нему довольно прилично было народу но вот в тот день когда я к нему решил пойти уже получилось мне одному из первых быть вот и потому что я вообще на самом деле даже боялся что не смогу получить все-таки корта мальтез это легендарная серия да и пели хера художник как бы ну очень крутой опять же наверное не из тех которые у нас создавали поэтому не особо наверное известный в снг вот но в итоге отстоял к нему к сожалению пели хера не говорит на английском по-английски вот поэтому как говорится языком жестов объяснился вот и попросил нарисовать дитр люмпина кстати про дитр люмпина я спрашивал у многих в очереди и буквально один человек только знал что это за комикс то есть потому что дитр люмпин изначально выходил на испанском языке соответственно то есть не не на французский рынок сразу как тот же black set вот и выходил он довольно таки давно то есть его издавали один или два раза и буквально там 15 лет уже наверное прошло то есть ну довольно большой срок поэтому мало кто наверное читал и может быть мимо прошел в общем дитр люмпина никто не знал и я себя чувствовал каким-то знаете владельцем тайного знания в очереди этих пятидесяти-шестидесятилетних мужиков для которых пели хера это художник корта ну или там еще каких-то его однотомников других которые выигрывали всякие призы а вот его такую феноменальную работу как дитр люмпин они не знали вот но я думаю ему было приятно и об этом не сказал еще один художник опять же на стенде кастерман еще один испанец мигелян хопрадо вот который мне сказал когда услышал в разговоре что я вот отстоял очередь к дитру люмпину дитру люмпину к пели хера и попросил его нарисовать дитру люмпина он сказал что для пели хера это очень важный персонаж он для него много значит и скорее всего говорит ты прям пленил его сердечко потому что вряд ли кто-то из местных попросил бы его нарисовать с самим продом у меня забавная ситуация вышла когда мы поехали игорь наш друг который знаток большой скетчей художников со всего мира и в том числе европейских вот он в списке авторов которых он посоветовал бы посетить скажем так ну помимо тех которые нам самим интересны он посоветовал посидеть обязательно взять скетчу продо вот и я как бы ну не знал кто такой продо я просто когда стоял в очереди за другим скетчем увидел как он рисует рядышком он сидел но я обалдел думаю блин надо точно подойти к нему почему бы нет когда будет время и вот последний день фестиваля я предподхожу короче к продо тоже стою в очереди купил книжку и в этот момент мне приходит просто такое открытие понимания того что я его комиксы читал в течение практически всей истории журнала хэви-метал но просто вот это мигелянхо то что вот видите на книжке написано про до а там везде где анонс был художника и в расписании и над ним вот табличка которая висит с его именем там было написано его полное имя и за это вот эту вот это вот мигелянхо оно меня прям смущало и я ну даже не подозревал когда я уже дошел и начал листать собственно саму книжку я увидел этот стиль довольно таки узнаваемый то есть пропорции там не знаю тоже опять же носа лица вот все эти вещи как он рисует это его уникальный до стиль и я понял что блин это же художник которого я читал и мне очень нравились его истории про детектива монтана у него такой вот стрип очень такой смешной прикольный был хэви-металли вот поэтому тут так сошлось то ну спасибо игорю передаю за то что как бы назначил да и наметил этого художника то что так бы может быть я пропустил бы но благодаря игорь я обратил внимание а потом еще и оказалось что это тот самый художник которого я читал вот ну с ним тоже немножко поговорили приятный дядька как раз таки я сказал что удивительно что тут много кто в очереди не знает дитер люмпина до перехер как бы довольно известная его работа на что он сказал ну да как бы вот многие не помнят всяких таких авторов уже легендарных культовых и какие-то работы вот на что я ему сказал ну так как он печатался хэви-металли я им сказал я вот тут еще посетил и выставку и скетч получила николь клавелу вот на что продо прям так с уважением посмотрел на меня закачал головой сказал да говорит николь клавелу это же легенда то есть это говорит ну это мастер своего дела вот давайте тогда потихонечку к следующей книжке как раз к николь клавелу это в общем женщина-комиксиста француженка который печатался со еще в самом начале в начале 70-х в хэви-металли то есть это настоящая легенда комикса и было приятно видеть что во первых ее работу переиздали был спустя много лет издательство корнелиус переиздали как раз таки вот этот комикс по-моему он по-английски называется green hand или как так в общем я его читал на английском языке собственно в журнале хэви-металл вот и у нее была своя выставка безумно красивая я думаю где-нибудь здесь ставлю под съемчики несколько с ее выставки или фотографии вот очень классная оригиналы просто этого комикса тоже офигенные оказалось что она рисует довольно мелком формате то есть мелкие страницы но детализация просто высочайшая при этом ей 79 лет и там на выставке были ее работы уже прошлогодней то есть 2019 года то есть в как в таком преклонном возрасте но она рисует просто безумно наверное так же как и в свои лучшие годы то есть на пике своей карьеры когда вот эти вещи все выходили вот в общем про до так прям респект не воздал за то что мы отстояли к клавелу вот ну и собственно стояли мы к ней я бы даже сказал мы сник создали к ней очередь то есть стояли первые вот и в очереди было да довольно таки много девушек и женщин то есть те которые до сих пор вдохновляются ее творчеством то есть там и молодые были художницы у них прям бейджики висели то что они именно как авторы авторки до на этом фестивале вот и были более пожилые читательницы то есть те кто ценит ее вклад в индустрию и как бы и как женщина комиксиста да и просто как художницы и автора вот очень приятная обаятельная женщина невероятно крутая художница комиксист и нарисовала мне вот такой прикольный скетч вороны один из персонажей собственно данного комикса такая ворчливая ворона постоянно недовольная написала мне еще какой-то текст тут надо будет вот перевести чего она мне написала сама книжка кстати выиграла вот это издание в ангулеме я потом смотрел выиграла приз по-моему называется приз наследие в общем как наверное лучшее такое переиздание или не знаю как у них в ангулеме котируется приз наследие что он означает но в общем как такая вот олдскульная крутая работа вот ну еще немножко у меня осталось комиксов сначала покажу один еще рисунок давайте это да даже наверное его и вытащил так из файлика в общем как и в прошлом году на фестивале также присутствовал джок я думаю всем известный художник британский наиболее известный наверное по работе над бэтменом вот и к джоку можно было стоять очередь на лотерею и выиграть билетик вот и в отличие от других издательств то есть как бы я думаю вы уже знаете да что фишка европейских фестивалей и ангулема в частности то что все эти скетчи ты получаешь бесплатно все что я вам показывал но ты как бы должен окупить книжку у издателя то есть такое вот ты покупаешь книжку а рисунок уже тебя достается просто вот бесплатно ну относительно вот а вот urban комикс издательства которые отвечают за дисси во франции что-то типа наши азбуки вот они привозят гостей и у них не обязательно покупать книги то есть у них ты просто стоишь в очереди вытягиваешь лотерейный билетик и он беспроигрышный либо ты получаешь скетч которых всего по моему по моему 10 либо ты получаешь билетик на автограф в прошлом году я подписал комиксового джока сингл бэтмена в этом году благодаря настойчивости макса который просто вцепился в девушку которая отвечала за лотерею который вытягивал билетики то есть там один оставался и он сказал давайте мы будем еще вытаскивать пока кто-то не победит потому что она уже хотела по моему закончить эту лотерейную сессию в итоге мы в конце несколько людей кто оставались в конце очереди мы вытаскивали билетик и мне удалось как бы повезло вытащить билетик получить вот такой простенький но довольно прикольный скетч от джока вот ну и еще несколько книг напоследок уже маленького формата среди авторов как раз таки вот где всякие независимые и более такие не мейнстримовые издательства да и художники там был 100 стол от этого издательство которое даже не могу поговорить правильно как она называется в общем стол за которым сидели люис трондом дэвид б или давид б баду n всем нам известный благодаря бум книги да и тот же давид б вот и в прошлом году у нас не получилось взять его скетч потому что он довольно классно рисует вот но в прошлом году мы когда подошли он уже заканчивал свою сессию в этом мы тоже подошли он тоже уже вроде как бы встал и ушел но потом оказалось что он просто такой перерывчик у него был потом он вернулся вот и я купил такую книжечку забавную лимор детектив не знаю детектив смерть наверное скорее всего переводится или что-то типа того вот и он не нарисовал собственно такой скетч рисует он очень классно практически не отличимо от того что это печатный рисунок вот причем когда он спросил как подписать я сказал дима он переспросил через типа вай или ай я сказал через ай и он все равно написал через вай то есть получилось так забавно что имя неправильно но даже получилось лучше потому что он еще дописал вот для даймы да не для димы вот такой вот забавный вот а сам дядька ну такой какой-то суровый хмурый вот сказал что очень занятой то есть у него прям чуть ли не весь год расписан его постоянно зовут на фестивале но у него кстати довольно много книг я думаю он пользуется популярностью и везде на расклад поэтому как бы сказал вот кстати такая у него небольшая визиточка да вот на его какую-то галерею которая у него будет выставка вот так что сказал что если хотите чтоб приехал надо звать меня заранее ну в смысле в россию вот ну надеюсь как-нибудь доедет потому что скетчи которые он рисовал это просто ну произведение искусства если нравится его стиль нравится его рисунок и комиксы то скетч он рисует практически как страницу комиксов в плане этого очень крутой дядька вот ну и два последних скетч который вам покажу это в маленьких книжечках манги как и в прошлом году было много разных японцев но к сожалению не все мне были интересны не все еще и давали сессии да скажем так вот один из них был это санский ямада опять же необычно что мангака сидел на стенде кастерман то есть в том же стенде где были белал пилихера продо то есть вот эти все дядьки среди всяких европейских художников крутых и других которых я не назвал которых не получилось взять скетчи сидел вот японец вот и нарисовал мне вот такой вот скетч один из двух главных героев вот данной манги опять же что за манга о чем понятия не имею просто была возможность быстренько получить скетч и я и воспользовался вот ну и последний автор уже наверное более известный гораздо более известный и в мире и в россии это асаны и него или и него сана вот в россии у нас издан точно я знаю солонин его комикс вот я если честно не читал его то есть давно хотел почитать вот пун-пуна довольно на слуху серия вот и солонин тоже хотел купить ну как то все от руки мне не доходили ну я думаю заимев его скетч уже надо будет вообще довольно приятный японец но он молодой поэтому более открытый мне кажется в отличие от большинства то есть он не против был чтобы его снимали там на видео фото в отличие от вот прошлого года где и нихея и муцемота нам запрещали снимать ну я естественно успел это сделать вот поэтому он такой довольно общительный ну насколько это возможно да учитывая языковый барьер вот максимум подарил варежки и подарил издание солонина российская я думаю может быть вы видели пост в контакте у издательства вот опять же добавлю наверное тут какой-нибудь видосик как он рисует вот в общем приятный японец довольно в молодом возрасте раскрылся стал звездой вот и я даже не читав решил что почему бы нет скетч классный получился в общем на это все показал все наверное книжки которые хотел надеюсь вам было интересно послушать и посмотреть мой такой вот скромненький отчет до новых встреч в следующем году поехали Продолжение следует...